Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Начнем с международных событий. Мамедов бьется в полуфинале. Оренбургский боксер гарантировал себе медаль проходящего в Черногории Кубка Европы. Первый Кубок Европейской Конфедерации проходит в черногорском городе Будва, где в марте этого года проводился крупный международный турнир «Жемчужины Адриатики». Нынешние соревнования организованы по инициативе президента Международной ассоциации бокса «Россиянина» Умара Кремлева. Участвуют лучшие боксеры из 30 европейских стран, чемпионы мира, финалисты Олимпийских игр. Капитаном российской сборной выбран аренбуржес Габил Мамедов, а его наставник Дмитрий Скопинцев – один из тренеров национальной команды. Такого формата не было давно, можно сказать, что очень давно. То, что сейчас происходит в геополитической обстановке в целом, показывает, что у нас в боксерской мире все стабильно. Конечно, уже в финал мы увидим не только красивейший бокс, но и зрелищные захватывающие поединки. Это как раз боксеры уже высшего класса. Это уже национальная горность. Например, у нас здесь принимают участие фактически все чемпионы России этого года. Невзирая на сильную конкуренцию, россияне – главные фавориты Кубка Европы. В сборную вошли 13 спортсменов. И после четырех дней соревнований у нас всего три потери. Габил Мамедов успел провести три поединка. На старте за явным преимуществом досрочно остановил бой с белорусом Дмитрием Дешкевичем. Затем уверенно разобрался с призером чемпионата Европы турком Канли Кагана. И единогласным решением судей взял верх над Павлом Федоровым, представляющим Сербию. В воле жеребия Габилу выпало провести пять боев, чтобы дойти до финала. Это единственный спортсмен из нашей сборной, который провел уже три боя. Некоторые ребята сегодня проводят первые бои. Бои такие все были. В принципе, уверенно Габила выиграл, но жеребевка могла бы быть и лучше. Судейство, в принципе, адекватное. Не было таких больших, скажем, залетов со стороны судей. Отношение к нашей команде, к нам, местных болельщиков и всех спортсменов. Очень доброжелательно. Все ребята здороваются. Каждое утро друг с другом желают побед, удачи. В пятничном полуфинале Мамедов встречается с молдавским боксером Ланусом Караваном. В субботу волейболисты Оренбургского нефтяника откроют Суперлигу в матчах в Петербурге с «Зенитом». А команда нефтяник УОР уже стартовала в чемпионате молодежной лиги. На старте своего чемпионата молодежка нефтяника сыграла на выезде с теми же соперниками, что и предстоят в первых турах Суперлиги команде мастеров. В Сосновом Бару по два раза встретилась с дублерами питерского «Зенита» и «Динамовцев» Ленобласти. Получилось три поражения в упорной борьбе и сухая победа над «Зенитовцами» с показательным счетом 25-23, 26-24, 27-25. Сейчас стартовали в Ленобласти. Сыграли хорошо, но можно было бы, конечно, получше. Питера выиграли, да, удалось, но ответный матч не получился. В итоге оренбуржцы отобрали три очка у мощных соперников, удивили петербуржцев. Даже проигранные матчи легко не отдавали. Брали верх в стартовых партиях, да и в остальных поупирались. Боролись в каждую партию там с «Динамов» Ленобластью, но они хорошая команда, сильная. Мы играем молодежная лига России, самая лучшая молодежная команда России. Второй тур молодежной лиги оренбуржцы проведут в следующие выходные в Уфе, где сыграют с соперниками из Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Условия для занятий физкультурой и спортом в Оренбуржье созданы. Определены ключевые направления для дальнейшего развития. Об этом шла речь на брифинге областного Минспорта. У нас регулярно проводятся как комплексные соревнования, так и массовые по самым доступным видам спорта. Не только их число, но и другие составляющие влияют на общее количество занимающихся. Чем чаще мы проводим такие мероприятия, тем больше людей вовлекаются в регулярные систематические занятия физкультурой. Второе, я считаю, что это очень тоже серьезная слагаемая успеха, что для таких активностей даже не обязательно какие-то сложные спортсооружения. Бег, велосипед, плавание на открытой воде, они доступны и в тех местах, где люди проводят свой досуг. Плюс те открытые площадки, которые мы делаем по программе, площадки ГТО, они тоже влияют на увлеченность людей. То есть база в регионе уже есть и довольно неплохая. При этом в реализации национальных проектов появляются новые площадки, футбольные поля, быстро возводимые модули, проводится ремонт существующих. Другое направление деятельности кадровое. Решаются проблемы молодых специалистов, чтобы они оставались работать в регионе, а не уезжали в другие. В плане подготовки спортивного резерва на новый уровень выходит развитие детско-юношеских спортивных школ. В следующем году планируются новые проекты с привлечением частного бизнеса. Спортивные выходные ожидают жители областного центра. В Неженке пройдет чемпионат страны по кроссу. СКК Оренбуржье станет ареной всероссийского турнира по карате. А в Олимпийце играют юные слэдж-хоккеисты. Есть на что посмотреть, за кого поболеть. А на сегодня это все. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok